30 января председатель ЦК КПРФ, кандидат в президенты России от Компартии и Народно-патриотических сил Геннадий Зюганов посетил подмосковный совхоз имени Ленина. Это по-своему уникальное хозяйство. Оно имеет богатую историю и отличается тем, что находится буквально в двух шагах от столицы, что, безусловно, накладывает на его деятельность свой отпечаток. Начался визит лидера КПРФ с посещения молочно-товарной фермы. Затем Геннадий Андреевич в сопровождении директора ЗАО совхоз имени Ленина Павла Грудинина осмотрел овощехранилище хозяйства. Из-за засилий импортной продукции овощехозяйства в настоящее время не находят сбыта, а государство ничего не делает, чтобы поддержать отечественную товаропроизводителя. Делегация посетила предприятие по переработке сельхозпродукции, где ознакомилась с широким ассортиментом продукции, выпускаемой предприятием, среди которой главное место занимают различные натуральные соки. Одно из мероприятий, состоявшихся в присутствии лидера КПРФ, для нынешнего времени крайне необычно. В хозяйстве реализуется программа помощи молодым специалистам, в рамках которой они получают действительно доступное жилье. В день визита лидера КПРФ в совхозе прошло торжественное вручение ключей от квартир в новом 17-этажном доме, построенном на территории совхоза. Среди получивших жилье – молодые инженеры, экономисты, врачи, трактористы. Такое событие действительно уникально, ведь сегодня путинская ипотека почти не дает шансов молодой семье приобрести отдельную квартиру, а в совхозе имени Ленина заботятся о молодежи. Надо только достойно работать. И все это стало возможным благодаря усилиям руководства хозяйства и, прежде всего, его директора Павла Николаевича Грудинина. Я хочу выразить благодарность от лица всех тех, кто получил сегодня ключи от новых квартир, нашему дорогому Павлу Николаевичу. И я думаю, что в зале совхоза имени Ленина единственное предприятие в нашей области, которое реализует на самом деле программу «Молодая семья» на деле, а не на словах, который дает реальные квартиры. Спасибо большое. Стало уже доброй традицией, что в каждом новом доме наши молодые специалисты, и не только молодые, получают квартиры. И помните, что еще когда в 2000 году мы первые ключи давали, мы говорили о том, что мы эту тенденцию будем продолжать всегда. И даже если у человека будет 8 детей, значит он получит, исходя на каждого, дополнительные метры. Мы уверены в том, что и в этом доме, и в следующих домах, которые совхоз будут строить, будет все больше и больше работников сельского хозяйства, наших работников, которые будут все чаще и чаще рожать, и все больше и больше они будут получать квартиры. Большую площадь я имею в виду. С приветственным словом к молодым специалистам также обратился заместитель председателя ЦК КПРФ Кашин Владимир Иванович. Сегодня у тех, кто здесь собрался, удачный день. И не только потому, что солнце светит, и не только потому, что к нам приехал Геннадий Андреевич Зюганов, но и потому, что изумительный коллектив совхоза Владимировича Ленина построил дом. И сегодня праздник большой у тех, кто получит сегодня ключи и будет осваивать этот прекрасный дом. Лидер Компартии посетил детский сад, школу и амбулаторию совхоза. Все эти социальные учреждения находятся в прекрасном состоянии. Во время посещения школы Геннадий Андреевич рассказал педагогам о внесенном коммунистами в Государственную Думу законопроекте «Образование для всех». Во Дворце культуры совхоза имени Ленина состояла встреча Геннадия Зюганова с коллективом хозяйства и работниками аграрной отрасли Подмосковья. За 10 лет не построили ни одного крупного современного наукоемкого предприятия. А угробили 72 тысячи производств. Что предлагают? Предлагают ту же команду тех же щей да пожиживлей. Спросите Путина, почему у него главным нанотехнологом является главный жулик по имени Чубась, который спустил всю собственность в сточную каналу. Ну что, его выгнать нельзя? Можно выгнать. Но он-то получил из бюджета под руководством Единой России 120 миллиардов и ничего не дал для открытия новых научных школ, особенно поддержки тех, кто занимается наукой населения. Задайте вопрос, почему у него Кудрин сидел 10 лет на главной кассе, министр финансового. Они кассу не отдавали и сейчас уже с Прохоровым собираются туда же снова вернуть. Что такое касса? Это бюджет, ваш главный кошелек. Каким образом тот же Кудрин распределял эти деньги вместе с Единой Россией? Все идиоты в мире знают, чтобы земля плодоносила, чтобы человек мог на земле устойчиво жить, надо тратить минимум 10% от расходной части бюджета. Все знают, 10 лет тратили 1%. В этом году 1,2%, в следующем опять 1,1%. Что это означает? Это означает полная ликвидация своей продовольственной базы, науки и всего остального. Полная зависимость от чужой ложи. Но вдумайтесь, это проводится в правительстве Путина 10 лет. И это вас ждет, если еще случится после марта. Если кого устраивает, меня это не может устроить. В завершении встречи состоялось награждение памятными медалями ЦК КПРФ в честь 300-летия выдающегося русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Награды были вручены большой группе работников совхоза, во главе с его директором Павлом Грудининым. Геннадий Зюганов вручил партийные билеты вновь принятым в КПРФ товарищам. Большинство из них – молодые рабочие и инженеры. Проголосовать за нашу инодушную поддержку нашего кандидата в президенты Геннадия Андреевича Зюганова. Кто за это? Против? Нет таких. Воздержавшихся нет. И наши аплодисменты. Спасибо.